В своей беседе на 144-й салон говорит, за что мы должны славословить Бога. Душе благочестивое особенно свойственно отрешаться от дел житейских и воспевать хвалебные песни Богу. Подлинно стыдно было бы человеку, существу разумному и превосходящему все видимое, в деле славословия быть ниже других тварей. И не только стыдно, но и безрассудно. Ибо не безрассудно ли это, когда другие твари каждый день и час высылают хвалу Господу. Небеса, говорит псалмопеев, проповедуют славу Божию и о делах руки вовещает твердь. День дню передает славу и ночь ночи открывает знания. Псалом 18, 2-3 стихи. И солнце, и луна, и разнообразный хор звезд, и стройный состав всего прочего проповедуют о Творце Своем. Посему тот, кто превосходнее всех тварей и не делает этого, но даже и ведет такую жизнь, какую хулиться сотворивший его Бог, может ли удостоиться прощения? Какое может иметь оправдание тот, кто сотворен для благоугождения человека любимому Богу и наслаждения благами будущего Царствия, но нисколько не заботится об этом, а предается житейским делам и мирским заботам? Подлинно мы обязаны Господу многим. Он сотворил нас, несуществовавших. Сотворил нас такими. По сотворению сохраняет нас и каждый день промышляет о всех вообще и о каждом в частности. И тайно, и явно, и заметно для нас, и незаметно. Можно ли исчислить все видимое, что Он сотворил для нас? Служения, которые видимые твари доставляют нам, устройство тела, благородство души, ежедневное попечение нас посредством чудес, законов и наказаний, разнообразное и непостижимое Его промышление, главнейшее всех благодеяний, когда Он не пощадил для нас и единородного Сына Своего. Благо, уже дарованные нам через крещение и другие таинства, и те неизвеченные блага, которые будут дарованы в Царстве Небесном. Воскресение, жизнь, исполненное всякого блаженства. Кто стал бы исчислять все это по рознь, тот погрузился бы в безмерное море благодеяний и увидел бы, сколь многим Он обязан человеколюбимому Богу. И не только поэтому, но и по величию славы Его и неизменного существа Его подобает Ему от нас хвала, благословения, постоянная благодарность, служение и непрестанное поклонение. Бог не имеет нужды ни в похвалах наших, ни в благословениях. К славе Его ничего не прибавляется от словословия служащих Ему, ибо существо Его неизменно, вседовольно и не имеет нужды ни в чем другом. Но сами словословища делаются от того более славными. Аминь.